Привет! Сегодня у меня дирун с курицей в сливочно-молочном соусе. Это блюдо, которое мы кушали наподобие в ресторане в Тернополе. Я хочу, чтобы вы его приготовили. Как это все я готовила, смотрите видео. Прежде всего для приготовления этого дируна, ну честно говоря, мне больше нравится куриное мясо, которое на кости. Вы можете использовать филе. Что я взяла? Я взяла вот такие два бедра, сняла кожу и вот этот жир, который у нас есть, вот смотрите, вот этот. Я его сейчас вот так вот средне порежу и на сковородке вытоплю. Вы можете этого не делать, но мне просто жалко это выбрасывать, это хороший легкий жир. И пока без на сковородке у меня будет топиться этот жир, я обрежу вот эти вот мясо с этих бедер. Я в кастрюльку, я их выварю, сделаю бульон и теперь нарезаем вот такими вот кусочками. Я скажу, что с двух бедер четыре вот таких вот панских дируна получатся. Смотрите, вот сколько жира, видите, натопилось. В дальнейшем можно будет добавить чуть-чуть сливочного масла, но я не вижу необходимости. Вот эти вот вышкварки я не использую. Я их убираю и на сковородку отправляю вот это вот мясо. А три луковицы, ну у меня две, у меня закончился лук. Три луковицы нужны, вот такие лука должно быть много. Полукольцом тонко нарезаю. Тонко это где-то 2-3 миллиметра. Обжариваю. Ни соли, ничего не добавляю. Ой, еще кусочек вот жира остался. Подрумянится должна курица. И добавлю кусочек сливочного масла. Если вы будете добавлять сюда сливки, то масла не добавляйте, но я добавлю молоко. Более дешевый вариант, потому что сливки дороговато. Вот у меня сейчас каждый кусочек, посмотрите, он еще не поджарился, но каждый кусочек уже обдался температурой. То есть сок внутри уже, запечатывать, сок уже внутри останется. Я беру для курицы специальные, где-то чайную ложку специи для курки. И сейчас я беру лук, добавляю сюда. У нас, естественно, соус с мясом будет чуть-чуть вот такого желтенького цвета, потому что здесь куркума придает цвет. И карри, я думаю, тут есть. Если вы не хотите, значит черный молотый перец и все. Лаврушечки 2 потом вытащу. Чуть убавьте огонь. И ореха, ну я не знаю, ну по вкусу чуть-чуть вот так. Где-то на кончике чайной ложки. Это по желанию. Если вам не нравится, можете не добавлять. Не сильно я лук. Чуть-чуть коснулась температура лучка и достаточно. Теперь нужно посолить. У меня адыгейская соль, то есть с чесночком. Вы можете чеснок добавить. И высыпаю сюда столовую ложку муки. Вот обжариваю муку. Вот так точно можно готовить вот это, знаете, мясо, которое с подливкой, как в столовых раньше подавали. Точно так все затягивается мукой. Чтобы не было комочка, вот на горячей. Высыпаете все. И теперь молоко. И молочко. Сначала не спешите, вот так по чуть-чуть, чтобы взялось. Ну, я вам скажу, пол-литра и пойдет. Все, прикручиваем теперь огонек и протушиваем курицу. Можно под крышкой, можно без крышки. Как только курица станет готовая, пробуйте кусочек, выключаем. Что, все готово. Я выключаю. Прикрытая крышка пусть и стоит. И будем сейчас заниматься самим деруном, самим драником. Вот параллельно у меня варится тыквенный суп с тех костей, которые я обрезала. Все, пойдемте к столу. Хотела сказать, сразу вытащите лавровый лист. Потому что если вы оставите, блюдо будет горечью отдавать. Будем говорить, что начинка готова. И теперь мы должны потереть картошку. Я для этих случаев, конечно, беру самую мелкую, выбираю. Вы можете крупную брать. Но вы видите, что у меня здесь есть 70% картошки, 30% у меня тыквы. Но если у вас нету тыквы, вы можете взять морковку и две луковицы. То, что касается чеснока, это ваше личное дело. Вы должны потереть вот на такую мелкую терку. Я называю ее терка-гвоздь. Но не сегодня. Я сегодня буду использовать своего кухонного помощника. У меня вот такая вот есть овощерезка. Она картошку и все вместе потрет за 5 минут. Смотрите, какая красота. И морковка даст, ну у меня тыква, красивый цвет. Потому что вы знаете, что картошка, она быстро темнеет. И уже в готовом потом виде она такая темная. Ну, не очень. А у нас все-таки понянский. Поэтому должно быть нежно, красиво и вкусно. Такой муки я добавлять не буду. Все должно быть нежно. Одно яйцо для скрепления. И соль и специи по вкусу. У меня здесь соль адыгейская. То есть здесь есть травки сушеные. И есть сушеный чеснок. Вы уже смотрите сами. И сейчас это все вымешиваю до однородности. Готово. Ложку можно убрать. Мы будем выкладывать на сковородку половником. 10 минут пусть постоит, чтобы все ингредиенты поженились между собой. И пойдемте к плите будем жарить. Я наливаю чуть-чуть сюда масла. Столовую ложку. Вот так вот хорошенечко. Можете кисточкой смазывать. Но я все время призываю к тому, что меньше посуды. Меньше посуды это меньше воды, меньше моющего. Это экономия. Так, перед тем как насыпать, обязательно прямо со дна перемешивайте массу. Вот эту вот картошку. И вот так вот поломничек беру. Выкладываю. И быстренько разравниваю. Тут можно взять ложку, так легче будет. Ну, вот так ложечкой растягивайте. Если одного половника по первому вы сразу сориентируетесь. Мало, добавим. Видите, качаного. Вот так вот. Все, видите, ровненько. Это не металл. Можно сделать, что хотите. Жду, пока обжарится с этой стороны. На медленном огне. Сразу скажу. Я жду долго. Видите? Пока вот начал он уже ходить. Если вы хотите, чтобы у вас прямо легко и все быстро переворачивалось и зажаривалось, вы можете добавить муки. Но я не хочу. Я хочу, чтобы вкус именно был такой, знаете, картофельный. Поэтому так вот покачиваю и обжариваю. Потом будем переворачивать. Смотрю, что еще. Ой, хотя уже можно перевернуть. Сейчас, одну секундочку. Опа. Ой. Видите, чуть-чуть вот здесь. Все нормально перевернулось. Добавим чуть-чуть растительного масла. Я, наверное, добавлю столовую ложку и сюда картошки. Растительного масла будет лучше переворачиваться. Все. Смотрите, какая красота. Сейчас можно немножко добавить огня. Это я вам хочу показать. Буквально минутой. Смотрите. Видите? Легко ходит наш драник по сковородке. То есть проблем никакой нет. Сейчас просто я обжариваю, чтобы он не был сырым. Теперь я беру порционную тарелку. Потому что нужно сразу выкладывать на порционную тарелку, чтобы не склеились между собой эти наши драники. Сливочного масла чуть-чуть на дно. Я показываю все это при вас, чтобы не было никаких сомнений. Потому что, скажите, вот вы нас обманываете. И теперь, смотрите, вот так вот картопляник этот лежит на тарелке. Масло растает. Все. Сейчас я выливаю следующий, обжариваю следующий. И точно так же на порционную тарелку на другую. Заготовки для самого блюда готовы. У меня их три штуки, я так и говорила. Смотрите, толщина блина. Так, и сейчас у меня немножко подостыл соус, поэтому я его нагрею. И я взяла петрушки, можете укроп брать, чуть-чуть зелени нужно. Я еще чуть-чуть добавила молока, потому что я хочу структуру, чтобы она была такая, более жидкая. И теперь выкладываю этот соус. Вот так вот обильно поливаю. Еще раз говорю, если вы не будете добавлять специи, у вас будет прозрачное. Также насыпаю соус на этот драник. Готово. И теперь присыпаю вот так чуть-чуть зеленью. Давайте пробовать. Вот такая вот порция, представьте себе. Ну, одному человеку это очень много. Поэтому такую порцию готовить, вот когда к вам компания приходит, и как пицца просто кушать, как пицца. Не хочется большой кусок сильно брать. Давайте пробовать. У меня слюна течет. Ребята, у меня вкусней. Не постесняюсь сказать, что вкусней, потому что в ресторане драник очень забитый мукой. У меня же здесь нет вообще муки. Здесь только картофель. У меня тыква. Вы можете брать морковь и лук и яйцо. Муки не грамма. Поэтому чуть-чуть вроде проблематичнее обжаривать эти драники. Но какие они нежные. Какие они вкусные. Просто сказка. Ой, как вкусно, ребяточки. Не люблю себя хвалить, но я честно говорю, что это вкуснее, чем в ресторане. Потому что сам, сама основа, драник действительно вкусный и нежный. Все, мои хорошие, готовьте. Пусть у вас все получается. Заходите на семейный канал, подписывайтесь, смотрите здесь. Приятного аппетита. До побачения. До новых встреч.